Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитрич. Сегодня мы играем в Black Desert Mobile, разбираем обновление от 27 июня. И сегодня у нас анонсы на следующую неделю важные по путям славы. Плюс сегодня поставили ивент с небольшой квестовой цепочкой истории, я расскажу как ее проходить. Ну и в принципе там правки очень сильно бустанули ДК, чуточку типа нерфанули Корсара и типа нерфанули Берса. Ну и в принципе все. Давай зачитывать, разбирать все по порядку. Слава путешественника! Как всегда, набираешь 30 очков, получаешь пятого питомца и два расходника. Позаботьтесь о Сиане. Значит, для того, чтобы выполнить эту историю, вот так вот открываешь история, акции, сюда заходишь и вот идешь дальше по заданиям. Что у нас получается? Тебя приводят сюда, ты разговариваешь вот с Сианой. Тут будет стоять, видимо, у меня сейчас ее не видно уже, потому что я с ней поговорила. Когда тебе скажут, разгадайте, найдите письмо, которое находится рядом с Сианой. Вот тут, вот вокруг этого здания бегает мальчик. Тебе нужно его поймать. Вот он бегает, вот сейчас он мне навстречу будет бежать. Сейчас. Вот он так вот бегает. Ну? Вот он. Нет, не этот. Короче, лучше не этого ждать, лучше его ловить вот тут вот. Вот он тут вот пробежит, вот так вот, вот тут его ловите, это точно будет тот, который нужен. С ним разговаривайте. Он вам зачитывает задание и дает следующее. По заданию нужно прочитать письмо и разгадать загадку. Вы после этого делаете следующее. Сирендия, южный военный лагерь. Так, сейчас меня доедет туда. После этого вот здесь вот в режим НПСов переходите. И после прогруза на локации идете к отцу Фоганов. Вот он, Фоган-отец. Он задание завершает. Берете следующее задание. По следующему заданию там опять надо что-то там найти. Он это... А, поговорить рядом с НПСом. С мужичком. Мужичок говорит, что он потерял письмо среди Фоганов. Вот тут вот справа мужичок появится. Короче, вот с этим отцом поговорили. Потом вот с этим вот поговорили с Нильсоном. И после этого идете бить просто мобов в любую лужу. И бьете их до тех пор, пока не завершится задание. У кого-то уходило пять минут. У кого-то уходило, говорят, час. Ну, не знаю. Кому-то может везло, кому-то не везло. По следующему заданию нужно ехать вот сюда, в болото Фоганов. И в болоте Фоганов там нужно найти что-то, что не вписывается в интерьер. То есть то, чего не должно быть здесь. Это находится... Сейчас покажу где. Вот мы тут прогружаемся. И едем. Едем, едем, едем. Вот смотри, большая карта. Вот у нас один телепорт. Вот у нас тут титул. И вот у нас вот такой полуостров. Вот он. И вот здесь вот, где-то здесь вот. Вот тут вот. Будет возможность поговорить. То есть вот возле этого бревна. Будет возможность поговорить. Такое свечение будет. Вы не прогадаете. После этого дается вот такое письмо. Но его можно будет активировать только с завтрашнего дня. То есть продолжение по цепочке, по подсказке я опубликую в нашем дискорде стримовском. И возможно сделаю для сайта... На сайте тоже текстовый гайд на RPG-доне. Так что когда я сделаю, я ссылочку добавлю в описании. И сможете потом продолжение. Если там будут какие-то проблемы с этим, сможете пройти это продолжение тоже. Такс. Ну и в принципе потом, когда мы закончим вот эту квестовую цепочку, нам дадут три красненьких украшения. Но это не считая вот эти награды, которые и так здесь очень сочные. Вот, обрати внимание, тут очень много всего падает. Очень много. Ну, заданий много, так что я думаю, что понадобятся еще гайды и подсказки, где что искать. Если вдруг у вас будет информация по продолжению, не стесняйтесь делиться этой информацией, скидывать в дискорд, мне в ЛС, подсказывать, чтобы я делилась с этой информацией с ребятами. Итак, секретный шундук Шакату. Давайте мы его откроем. Я себе его купила уже. На день ты покупаешь на 1 миллиард. Вот здесь у нас что может быть? Страница, лазурит, алхим камень усиления. То есть это не полноценный алхим камень, а для усиления. Пятый питомец. Купон восстановления аж 150. Не дай бог, а богатея. Следы кофраса 1000. Ну и я уверена, там еще будет куча всякой херни. Итак, что мы имеем? Мы имеем 750 купонов восстановления, 4000 обмена. И вот, собственно, вот. Такие дела. Но покупать каждый день я рекомендую, потому что реально могут, реально могут, как бы, отсюда выпасть полезные вещи. Дальше. Этот ивент выполняется, как я понимаю, один раз на аккаунт. То есть ты проходишь 300 покорений Хадума, ты проходишь 200 древних руин и 50 раз проходишь созвездия. За каждый проход получаешь такие итемки и в конечном счете вот такую награду забираешь. Свитка восстановления нету. А, это, кстати, 800 фрагментов на босса, лучше бы свитки восстановления реально дали. Продолжается также ивент еще целую неделю у нас будет. Можно выполнить, забрать вот эти награды один раз на аккаунт и каждый день забирать 2000 плит для прохождения. Герои крокеи еще ходим на арену еще целую неделю, если насладиться этим гениальным, великолепным контентом и попытаться заработать черный жемчуг, который, к сожалению, сейчас никуда не потратить. Акции и награды. Теперь вот тоже еще ивент очень долгий. Кто еще не выполнил, то поторопитесь, потому что рано или поздно этот ивент закроют. Дальше смотрим по обновлению. Добавили особое покорение для Кубе, Ураки и Марии Хекс. Там все просто. У Ураки, значит, это огур, который, там, ты его доносишь до 12 хп, по-моему, и он начинает звать братца. Братца Мураку. Братец прибегает, но на карте, на мини-карте у тебя будут две зеленых таких точечки. Тебе нужно встать на одну из этих точек, и тогда, когда придет большой брат, он тебя не заметит. Стоишь там, ждешь, пока большой брат уйдет, продолжаешь бить маленького. Если же тебя он заметит, то тебе придется драться с двумя братьями, а это, соответственно, сложнее. И так проходит два раза. То есть, если ты его будешь, ну, то есть, медленно бить, если ты будешь проходить по БСу, который выше тебя, то ты там два раза можешь прийти. У меня было два раза максимум. Мария Хекс. В самом начале там появляются два моба. Вот. Они... Один светится фиолетовым, это то, что я заметила, второй вроде как светится красным. Все просто. Дамажишь, 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 и буквально там контролируешь, смотришь, как анимация проходит. Перед большим скибидышкой, шаракабабом, бобавах, ты просто отходишь в сторону, где нет вот этого красного фиолетового свечения. После этого дерешься с Хексой, наносишь ей урон, и она тебя телепортирует в деревья. Убиваешь деревья, бьешь Хексу. Через какое-то время она там стоит, кастует, как у ДК есть такой скилл, она большой такой фиолетовый шар пытается поднять. И вот ты просто ее дамажишь, 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 выскакивает сообщение о том, что у Хексы не получилось сделать этот самый большой-большой урон, то потом она падает как бы на землю, и ты по ней еще больше урона проходишь. Если дать ей докастовать, то есть если долго бить деревья, не успеть убить, то она даст массуху, от которой ты шотнишься. У Кубы самое заморочливое прохождение, он призывает такие, как водовороты. В эти водовороты заходить нельзя, потому что, во-первых, тебя в них всасывает, во-вторых, оно дамажит. И когда ты подойдешь рядом к водовороту, ты заметишь, там такое типа из деревьев такая фигня стоит, ну типа как тотемчик. И вот когда выскакивает сообщение о том, что Кубы призывает водоворот, нужно разрушить место концентрации энергии, то тебе нужно подвести этого Кубы туда, к этому маленькому такому тотемчику деревянному, чтобы он по нему дал скиллом. Раньше времени бить нет смысла этот тотем, получается разрушается тотем, и ты продолжаешь дальше бить Кубы. Повторюсь, водовороты лучше не попадать. Ну и все, в принципе, ничего сложного. Также упростили, теперь коэффициент Х4 появляется раньше, то есть когда ты знание, например, 21 получаешь, то ты уже можешь пойти на покорение Х4. То же самое касается Хадума, вот, 42-го, и Созвездия тоже снизили уровень знания, с которого начинается Х4 коэффициент. По ДК, по ДК все очень хорошо. У ДК говорят, что сейчас она шотает практически с каждого скилла. Если у берсерка таких скиллов один вроде как, то у ДК практически все. В чем особенность? Когда у тебя МП равняется 100, у тебя ты входишь в состояние сгущающейся тьма на 20 секунд. В этом состоянии у тебя урон от удара 200% и в ПВП 150%. То есть очень сильный-сильный-сильный урон. Плюс там потом регенится мана, как только у тебя это дело с... Ну, мана уходит в ноль, потом она у тебя с каждым скиллом регенится. То есть какая-то такая механика. В общем-то, под этим бафом ты находишься довольно долго. Очень часто он выскакивает, в принципе, как и у берса. И теперь топ-1, топ-1 по имбовости. Это ДК в пробуждении, потом идет Берсерк, которого немножечко порезали, но всего на 30% ПВП урон снизили. Учитывая, что он шотал, теперь он будет почти шотать. Так что не думая, что прям сильно-сильно мы это заметим с вами. У Корсара убрали супер-броню с пиратского трюка, а также увеличили урон на некоторых скиллах. Вот. Теперь вроде как она не такая... Она не может держать супер-броню постоянно. То есть теперь будут окна, в которые можно будет по Корсару бить. По поводу дисбаланса на арене Коркеи. Разработчики сказали, мы... Спасибо всем за отзывы. Мы будем работать в ближайшее время, в будущем, когда-нибудь. Мы обязательно доведем баланс до ума. Но на это нужно время, вы сами понимаете. Так что ждем, надеемся и верим, что когда-нибудь обязательно мы этого дождемся. Надеюсь. Изменили задание братства. Кстати, очень хорошо изменили. Если раньше нужно было сходить на арену, что за трех, что за двух героев, да, которые скрепили братство, то теперь... Вот у меня, например, два пути славы, и в награду за задание, обрати внимание, что дают. Посмотри. Только посмотри, что дают. То есть проходишь два раза путь славы, и у тебя 35 тысяч на... Вот так вот. Также потратить две тысячи монет пустынных тебе дадут проходки на покорение. Пройти 10 покорений тоже дают 35 вот таких вот тысяч. То есть в целом очень-очень хорошие, очень крутые теперь задания. Не такие скучные и однообразные, как с ареной. Особенно после того, как они на арене сделали такое мясо, что... Ты можешь попасться с игроком, у которого на пять тысяч бесса больше, и даже без шанса. Так, с титулами ничего интересного, это тоже ничего интересного. Тут небольшие ошибки, ничего интересного. 3 августа закончится четвертый сезон пути славы. То есть вот эти вот все проходки, которые у вас накоплены, которые вы покупаете за черный жемчуг, до следующего вторника обязательно нужно пройти. Потому что они сгорят, вот эти вот дополнительные входы. Будет новый этап, и судя по... На Кальфенском приеме, кто смотрел видос, кто смотрел стрим, они обещали путь славы Хадума. То есть там это будет как бы новый такой этап. Я там рассказывала, как туда можно будет попасть. Ну, короче, они будут теперь новый этап запускать. Так что обязательно не забудьте до следующей недели все это дело пройти. Также путь к развитию в Хадуме изменили награду с одного свитка удачи на 100 священного света. И с 3 августа в храме черных камней, это там, где мы темные монеты тьмы меняем, теперь вместо фрагмента снаряжения боссов будут фрагменты Орели сразу падать. То есть не надо будет два раза открывать и ролить. По поводу магазина. Это самое, пожалуй, забавное. Значит, в магазине здесь вообще такой себе ассортимент. То есть, в принципе, ничего интересного. Черный жемчуг, сундук палитры и купон на смену внешности. Это, видимо, для тех, кто очень переживает о внешности. Вот этот вот за 4 тысячи интересный 2 тысячи жемчуга, куча питомцев. Шестой уникальный питомец и питательный корм. Ну и тут вот отметки главарей, спутанное время, узел теней и так далее. Из интересного это особые возможности внешний вид. Вот, внешний вид. И тут есть, ну, во-первых, костюм такой добавили летний, купательный. Вот так он выглядит на девочках. И так он выглядит на мальчиках. И лавка особых костюмов 35 дней. То есть практически месяц будет, да? И некоторые костюмы, обратите внимание, можно купить за черный жемчуг. Вот, например, не только новогодний, а вот такой можно на валичку купить. Вот такой можно купить. И вот такой за черный жемчуг. Два костюма можно купить за обычный жемчуг. Если смотреть, вот, например, Дитя теней, да? Тут вот такой костюм. То есть вот кто играл в БДО, тот знает эти все костюмы, помнит, как это чего. Вот, а так все костюмы остальные одинаковые. Ну и на мальчика давай покажу. На лучника. Вот так выглядит этот костюм. Ну и вот такой костюм дается, костюм свой, она, короче, дается на лучника. И вот так выглядит костюм Хэнкбок. Вот. Такие дела. Ну и, собственно, все обновления. Это все. Все на сегодня. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Задавайте вопросы, подключайтесь в Дискорд. Я там, кстати, Дискорда научила отвечать по билдам в БДМ. То есть вы можете задать, например, там, Войн Света БДМ или там Войн Света ПВЕ. И бот тебе выдаст раскладку скиллов для ПВЕ. И для ПВП тоже, если надо будет. Вот. Ну и, собственно, все. Всем удачи в разгадывании загадок по новому ивенту в фарме Хаус Шмота. Не забудьте обязательно пройти путь славы. И до встречи в следующий вторник на разборе следующего обновления. Пока-пока.